Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Еще не так давно мы ждали весны, вот уже апрель. Весна фактически в самом разгаре, середина весны. Ну и давайте вспомним кратко, какие основные работы необходимо сделать именно в апреле. Повторюсь еще раз, это все всего лишь рекомендации мои. Причем вы должны делать обязательно корректировку на тот регион, в котором находится ваш участок. Я на юге Украины живу, если вы живете в более северных регионах, значит, наверное, эти работы у вас немножко сместятся. Но тем не менее, итак, очередное видео напоминание садовой работы в апреле. Ну, начнем, как всегда, с деревьев. Вот апрель это самое подходящее время для посадки деревьев. Я имею ввиду и плодовые, и декоративные. Дело в том, что деревья еще в принципе, ну, большая часть спит. И вот как раз период покоя, это для них самое подходящее время. Чем раньше вы эту посадку сделаете, тем лучше, тем больше шансов, что ваше растение приживется на новом месте. И не забывайте, что при посадке обязательно нужно привести в равновесие корневую часть и верхушечную часть. Очень часто бывает, что мы получаем саженцы с малым количеством корней. А верхушка, надземная часть, очень хорошо развита. Так вот, обязательно сделайте эту обрезку. Удалите лишние ветки все, укоротите их. Ну, я высаживал буквально на днях однолетние саженцы привитой яблонь. Я их просто обрезал. Там прутик фактически один длинный был, где-то метра полтора. Я его обрезал примерно на 60 сантиметров от места прививки. И уже из почек, когда они проснутся, будут формироваться вот эти самые скелетные ветви. Не забудьте, это очень важно. Ну, и, конечно, при посадке обязательно тщательнейшим образом пролейте ваши саженцы. Несмотря ни на что. Был дождь, только что растаял снег, почва влажная, обязательно пролейте. Повторюсь, уже в который раз, вот эти поливы при посадке нужны не для того, чтобы саженцы водой снабдить, а для того, чтобы заполнить все пустоты, которые там образовались в посадочной яме. И чтобы вместе с водой земля плотно-плотно облегла все корешки. Вот тогда, действительно, ваш саженец хорошо приживется. Хотя все сроки обрезки уже, в принципе, прошли, ну, по крайней мере, у нас здесь на юге Украины. Это мы делали в марте, а некоторые культуры даже еще и в феврале. Тем не менее, если вы не успели этого сделать, еще можно. Обрезать формирующую обрезку, сделать санитарную для плодовых и декоративных растений, для деревьев и кустарников, я имею в виду. Подстричь можно живые изгороди. Кстати сказать, сейчас, опять же, очень хороший период для внесения весенних удобрений под наши плодовые и декоративные культуры. Я имею в виду, опять же, кустарники и деревья. Ну, возьмите комплексное удобрение, типа, скажем, нитромофоски, которые включают в себя и азоты, и калий, и фосфор. Равномерно распределите, согласно, конечно, инструкции по применению, равномерно распределите в приствольном круге и обязательно слегка взрыхлите землю. То есть, как бы заделайте это удобрение в почву, и тогда оно начнет потихонечку там растворяться, и растения получат именно все необходимые вещества уже вот сразу, буквально ранней весной. Ну, конечно, основной компонент этих удобрений должен быть азот. Именно азот отвечает за рост наших растений, и азотные удобрения вносятся именно весной, до середины лета. Поэтому, если нет у вас комплексного удобрения, ну, внесите азотное хотя бы. Не забываем о том, что вот эта вот весна, конец марта, начало апреля, когда температура примерно устанавливается на отметках выше плюс 5 градусов, на среднесуточное, я имею в виду, это отличное время, когда просыпаются возбудители всевозможных грибковых заболеваний. Мы уже делали с вами обработку первую по спящим почкам, использовали крепкий раствор, скажем, бордоской смеси 3-х процентной. Вот сейчас уже пришла пора делать вторую весеннюю обработку. Появилась у вас подсказка наверху экрана, это как раз про второе весеннее опрыскивание, о том, какие препараты использовать, как. Вообще по поводу препаратов могу сказать следующее. Вот задают часто в комментариях вопросы, а какой препарат лучше, этот или этот. Не совсем корректные вопросы. Вы смотрите на то действующее вещество, которое, собственно говоря, в основе этого препарата. Очень часто разные производители, фирмы, изготовители этих препаратов, один и тот же препарат фактически называют просто разными именами. Поэтому смотрите не на название, а смотрите на действующее вещество. И старайтесь применять препараты с разными действующими веществами, чтобы вот у этих возбудителей не возникало привыкания своеобразного. То есть чередуйте обработки одним препаратом, следующую обработку другим. Вот повторюсь еще раз, сейчас как раз время, когда можно проводить в апреле вторую обработку по так называемому зеленому конусу. Почечка проснулась и стала такого зеленого цвета уже. Но имейте в виду, если бордовскую смесь будете применять, ни в коем случае не трехпроцентную, потому что сожжете просто однопроцентную только, ну или более какие-то современные фунгициды. Точно так же в этот период начинают просыпаться всевозможные вредители наших садовых культур. Всякие долгоносики, цветоеды, гусеницы начинают уже вылупляться и начинают потихонечку свою работу по уничтожению нашего сада. То же самое. Сейчас как раз время для обработки. Очень много препаратов, которые можно смешивать. Опять же, вот видео про второе весеннее опрыскивание, которое по подсказке, если вы посмотрели, там как раз я смешиваю два препарата. Это один против грибкового заболевания, другой против вредителей. Так называемые баковые смеси. Они прекрасно друг с другом взаимодействуют и одним опрыскинем вы убиваете фактически двух зайцев. И боретесь с болезней, и боретесь с вредителем каким-то. Отдельно хотел бы сказать про черную смородину. Вот когда начнут выдвигаться цветоносы уже, стоит обработать против почечного клеща. Ну, каким-нибудь современным инсектицидом, типа, например, фуфанона. Апрель – отличное время для того, чтобы делать прививки. Ну, правда, косточковые можно было делать пораньше, пока еще они спят. Косточковые раньше просыпаются, поэтому, в принципе, где-то в феврале-марте обычно прививки делают. Ну, семечковые, яблоню, грушу, вот апрель – отличное время. Причем прививку можно делать до, фактически, до окончания цветения. Ну, не лишне будет напомнить, наверное, что само дерево, подвой, так называемый, должен уже как бы проснуться, а черенки, которые вы заготовили осенью или зимой, они должны у вас храниться в холодном месте и еще спать. Именно привой, вот этот черенок, прививается в спящем состоянии, на уже проснувшееся дерево, на подвой. Так правильно делать. После того, как установилась устойчивая теплая погода, уже без морозов, можно подвязать малину к шпалере, если вы на шпалере ее выращиваете, можно поснимать укрытие с теплолюбивых каких-то культур, типа рододендронов, гортензий, винограда. Вот, кстати, сказать про виноград – особая тема. Вот у нас уже фактически апрель начался, а я смотрю, что вокруг еще с виноградников не снимают укрытие. Ну, народ здесь, скажем так, в этом регионе опытный, винограда выращивает много и знает, что делает. Рановато, значит, еще бояться, что в конце концов еще могут быть и какие-то сильные заморозки, которые будут просто губительны для виноградных почек. Поэтому не спешите с этим делом, а действительно дождитесь уже устойчивой теплой погоды. Еще про виноград пару слов. Если при раскрытии винограда вы случайно обломали виноградную лозу, или, может быть, вы обрезку винограда делали весной, а не осенью, как, в принципе, положено, то ваша лоза при пробуждении может начать плакать. Ну, то есть из нее начнет выделяться сок. Имейте в виду, что вот это выделение сока ослабляет растение. То есть вместо того, чтобы тратить силы на рост, на развитие, оно вот как бы залечивает раны и теряет часть своих жизненных сил. Как его остановить, честно говоря, не знаю вообще. Когда-то, еще в детские годы, мне рассказывали, что есть такой способ. Берут краску на натуральной основе, на натуральной олифе. Сурик причем берут. Не знаю, где его сейчас, правда, взять, есть он или нет, но тогда в то время был. Добавляют туда мел и борную кислоту. Пропорции, честно скажу, не знаю, не помню. И вот этим вот раствором, перемешанным, конечно, тщательно, смазывают вот эти раны. Вот таким образом, якобы, останавливается течение вот этого сока из винограда. Попробуйте. Пропорции, повторюсь, я не помню. Просто это было еще в далеком-далеком детстве. Но так у нас боролись с ним. Край у нас был виноградный. Ну, садовая земляника. Вот посадил недавно, опять же, по ссылочке. Посмотрите, если кому интересно. Если она у вас растет давно уже, то обязательно весной проведите ревизию этой грядки. Ну, во-первых, удалите листья старые какие-то, которые остались с прошлого года, если вы их не удаляете по каким-то причинам с осени. Обязательно их удалите весной. И обязательно посмотрите, не оголилась ли корневая система земляники. Очень часто она за зиму, ну, земля оседает, клубника как бы поднимается, и корневая система, корневая шейка может, так сказать, обнажаться. Поэтому присыпьте землей, либо пересадите немножко глубже. В общем, приведите земляничную грядку в порядок. Ну, теперь несколько слов про газон, если вы решили выращивать у себя газон. Меня в комментариях спросил кто-то, не пора ли, мол, его сеять. Не пора еще, рановато. Примерно где-то в середине апреля, ну, по крайней мере, у нас здесь, на юге, можно ним начать заниматься. Что для этого нужно? Во-первых, участок нужно выровнять тщательнейшим образом. Если вы создаете только сначала, так сказать, газон. Тщательно выровнять участок. Во-вторых, перекопать, удалить все сорняки, посторонние предметы. То есть он должен быть идеально чистый, идеально ровный. Вот потом в эту пока еще влажную землю вы рассыпаете, стараетесь равномерно рассыпать семена, тех трав, которые вы сеете на газон. И уже после этого обязательно прикатывайте. Специальные валики, специальные катки для этого есть, для того, чтобы семена плотно, так сказать, соприкасались с землей. Чтобы их не раздуло ветром, чтобы их как-то не растащили птицы. В общем, они должны быть плотно впечатаны в эту землю. И очень важно поддерживать влажное состояние почвы на прорастании всего периода, пока семена будут прорастать. И потом, когда они уже прорастут. Ну, а если же газон у вас уже есть, дождитесь того периода, когда почва немножко просохнет, когда трава только-только начнет расти. И в этот момент очень необходимо газону сделать подкормку. Подкормку азотным удобрением, ну, либо, опять же, комплексным, той же нитромофоской, либо есть специальное удобрение для газонных трав. Поищите в садовых магазинах и обязательно подкормите. Обязательно весной, в апреле, газон нужно почистить, сделать ему аэрацию и чистку. Что такое аэрация? Аэрация – это прокалывание почвы, прокалывание самого газона, для того, чтобы воздух попадал к корневой системе. На глубину примерно 15-20 сантиметров. Дело в том, что когда газон разрастает, эта дернина становится настолько плотной, там так много корней, что фактически действительно затруднен доступ воздуха, да и тем же самым удобрением. Поэтому делают прокалывание. Ну, есть специальный инструмент для этого, такие валики, которые катятся по газону, а у них такие металлические пружинищие шипы, которые врезаются просто в этот газон и оставляют в нем отверстия. Ту же самую работу можно сделать обычными садовыми вилами. Да, это кропотливо, надо идти там через буквально каждые 10 сантиметров, втыкать вилы, вынимать, втыкать, вынимать. Ну, если вы хотите газон, я предупреждал, в малоуходный сад это совсем не вписывается, и действительно это работы сложные. И сделайте прочесывание газону, веерные грабли, пружинистые опять же. Аккуратненько, тщательно, позгребайте всю сухую траву, всю ту, что зимой отмерло, все то, что, так сказать, пришло в негодность, для того, чтобы новая трава росла нормально, чтобы ничего не сдерживало и не мешало, тем более, чтобы там вот эта слежавшаяся старая погибшая трава, чтобы она не лежала плотным слоем и под ней не прел ваш газон. Ну и, как всегда, после зимы на газоне наверняка остаются какие-то проплешины, появляются вернее, и надо будет делать подсев. Вам нужно очистить этот небольшой клочок, где у вас травы нет, где она, так сказать, погибла по каким-то причинам, опять его взрыхлить аккуратненько, конечно, и туда опять подсеять траву. Ну, так же, как и сев газона, не спешите это делать слишком рано. У нас в южных регионах, это где-то в середине апреля уже можно будет делать, во всяком случае, я так всегда делал. А в северных регионах, наверное, уже работу эту стоит делать где-то в начале мая. Опять же, повторюсь, делайте корректировку именно на свой регион, в котором вы проживаете. Ну, наверное, несколько слов надо сказать про огород. В принципе, вот у нас в регионе тут уже вовсю начинают посев в открытый грунт наших любимых культур. Салат, редиска, лук, петрушка, укроп, картошку начинают садить. Правда, вот каждый раз где-то так слышу разговоры, одни говорят рано садить, другие говорят поздно садить. Ну, есть очень хороший способ определить рано или поздно. Вот смотрите, что делают ваши соседи. Особенно те, кто здесь живет давно. Вот они начинают садить картошку, значит, пора и вам уже садить картошку. Ну, а все эти огородные культуры я сажал еще с осени, под зиму. Тоже есть видео на эту тему, посмотрите его по подсказочке. Поэтому уже кое-что начало всходить. Уже кориандр зашел, уже щавель начинает всходить. Так что мне проще. Я эту работу немножко, так сказать, сделал заранее. И сейчас просто уже надеюсь на недельку, не на 10, получить первый урожай раньше, чем те, кто посеет это все сейчас только. Ну, я уже сказал, что вот апрель, это хорошее время, начало апреля снимать укрытие с теплолюбивых растений, каких-то многолетников я имею в виду. Ну, я уже так к цветам, так сказать, потихонечку перехожу. Снимайте укрытие аккуратно. Во-первых, выбирайте для этого желательно пасмурный день, потому что, ну, растение под укрытием провело всю зиму, фактически, месяцев пять. И вы его выставите сразу на яркое солнце. Оно может от этого пострадать, стресс сильно испытать. Поэтому желательно пасмурную погоду и открывайте его потихонечку, не спеша. Снимайте сначала один слой, другой. Ну, и обязательно осмотрите, в каком они состоянии. Если нужно, прочистите их. Берите, опять же, старое, отмершее, какое-то загущающее. Обязательно это все нужно убирать. Посмотрите, не разрослись ли они настолько, что вытесняет один кустарник, вытесняет, например, другой кустарник. Некоторые растения, корневищные такие, которые расползаются корнями, их можно выкапывать и делить на части, размножая таким образом. Ну, те же самые примулы, вот сейчас, в апреле, великолепное время для этого. Те же самые флоксы, лилейники, хризантемы. Ну, в общем, множество культур. Если вы в хранилищах храните какие-то луковицы, клубни, вот их, в принципе, уже можно сейчас доставать, осматривать и ставить на проращивание. Я имею в виду гладиолусы, бегонии, георгины. Вот это все как раз для этого самое время. Ну, и привитые розы, в принципе, вот где-то в середине апреля, уже до середины мая, можно высаживать в открытый грунт. Это для них самое удачное время для приживания. Жары еще сильно нет, почва еще влажная достаточно, и розы отлично приживутся. Наверняка у многих из вас сейчас подоконники заняты рассадой. Вот апрель фактически самое напряженное время с рассадой. Нужно что-то пикировать уже. Не забывайте о том, что уже в мае вы будете эту рассаду высаживать в открытый грунт. Ну, у нас это фактически уже майские праздники. Обязательно перед высадкой в открытый грунт рассаду нужно закаливать. Что это такое? Это примерно 10-14 дней, то есть пару недель, нужно давать рассаде привыкать к открытому воздуху. Она ведь у вас в помещении росла все это время. Для этого нужно выносить ее на открытый воздух, но не сразу на весь день, а потихонечку, на час, на полтора часа, на два часа, так постепенно увеличивая этот период. Если вы все сделаете правильно, то к моменту высадки в открытый грунт ваша рассада уже будет привычно к солнечному свету. Когда закаливаете, ни в коем случае не ставьте на открытое пекущее солнце, такое весеннее. Ставьте где-то в легкую рассеянную тень, так будет лучше. Так вот, к моменту высадки в открытый грунт рассада уже будет закалена, уже будет привычно к открытому воздуху и перенесет вот эту процедуру достаточно просто и безболезненно. Ну и в принципе апрель хорошее время для того, чтобы кое-что уже сеять в открытый грунт непосредственно. Ну я сказал, овощи можно уже сеять, ну можно и цветы. Вот космею, например, собираюсь посеять. Очень люблю этот простой цветок. Он однолетний, но когда его посеешь, он потом фактически размножается самостоятельно, самосевом. Очень удобно и очень выгодно и красиво. Итак, сегодня я вам напомнил о том, какие работы нужно провести в саду, в огороде, в цветнике в апреле. Повторюсь еще раз. Все вот эти вот работы нужно делать с учетом того региона, в котором вы проживаете, где находится ваш участок. И я специально в это видео вставил кадры своих растений. Именно вот в этот момент, первые числа апреля, как они выглядят. Для того, чтобы вы понимали, что не надо слушать, что говорят, вот такого-то числа нужно, например, делать опрыскивание. Нет, вы смотрите на сами растения, в какой фазе развития они находятся. Растения – самая лучшая подсказка. Ну, а я с вами сегодня на этом прощаюсь. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой блог на фейсбуке. Ссылочка на этот блог находится внизу, в описании к этому видео. Ну и желаю вам хороших урожаев в будущем сезоне, и чтобы растения вас радовали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok